А я люблю краховую. Я понимаю, что у меня сейчас будет случиться. Не, не надо. Читайте об этом в новом модели журнала «Дилетант». Также в номере. Печальная и кровавая судьба сына Марины Мильшек. За что варенок воплотился жизнью и как этой трагедией воспользовались самозванцы. Сериал «Викинги». Откровенный и реалистичный рассказ о норманных и жестких набегах. А также в новый исторический кроссворк. Купить журнал можно не только в магазине, но и на сайте «Дилетант.ру». Настоящая работа для настоящих мужчин. Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Москве проводит отбор российских граждан в возрасте от 18 до 35 лет, не привлекавшихся к уголовной и административной ответственности. По городу Москве. По городу Москве. Записывай. Телефон для справок 8495-611. По городу Москве. По городу Москве. По городу Москве. Или по Москве. Не любишь эхо. Не читал наш сайт. Ну да. Заходи. На facebook.com Смеха.msk.ru Далее на страничке. Эту программу транслирует компания «Сити Виза». Добрый вечер, добрый день. Это программа «Особое мнение». У микрофона Ольга Бычкова. Сегодня в особом мнении у нас главный редактор ежедневного журнала Александр Рыквин. Добрый вечер. Ну, сегодня у нас 1 мая. И я вас поздравляю. Да. И полно всяких картинок с разных демонстраций. Я видела одну картинку в фейсбуке. Ее в том числе вывешивал мой коллега Володя Варфланеев. Там был написан, там был сфотографирован плакат. Я у всех спрашивала сегодня целый день в том же фейсбуке, что это значит. Объясните мне. Что значит «Мир, труд, Путин»? Я думаю, что это то же самое, что «Путин, лыжи, Магадан», только с обратным значением. Ну, понимаете, лыжи, Магадан, это понятно. А почему Путин у нас май, получается? Ну, потому что Путин – это же время будущего весны, возрождения нации. А, ну, хорошо тогда. Это же очевидная вещь. Ну, это же тогда прекрасный, замечательный, резидентный рост. А то все люди пишут сегодня «Боже мой», «Савок», там первомайские демонстрации, все такое. Вернулись обратно в застой. Они не правы, конечно. Ну, конечно. Не глядящий. Конечно, нет. Высокомерный. Гораздо веселее, по-моему, история с героями. Мне очень нравится. Вот эти пять героев. Да. Я могу сказать, что мы с друзьями заключали парень. Но, правда, мы считали, что будет трое награжденцев первых. И я горжусь тем, что… Почему вы считали, что будет так мало? Что родины… Нет, первая партия. Вроде мало драгоценного металла, вы считаете? Я думаю, что первая партия – это не должно девальвироваться. Это как-то вот первые люди, они должны… Пятеро, да, сегодня, правильно? Тоже красиво. Красиво, да. Конечно. Я угадал Гергеева. Я очень горжусь с собой. Но в двух других я ошибся, потому что я считал, что вторым будет Халманских, а третий разнина. Ну, я так написал, может. Ну, это вы мыслите очень просто. Да, 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 да. Ну, тем не менее, это не банально, я Гергееву угадал. Ну, одного из пяти угадать, знаете ли, вас в телевизионные игры просто близко в некоторые не подпустят. Ну, очевидно. С такими результатами. С такими результатами. Боюсь, что да. Ну, вот тоже смысл этого героя труда, я понимаю, в Советском Союзе, да, когда нам все считалось, что деньги – это не важно, богатства не существуют, частной собственности нету, значит, что соцсоревнования вместо конкуренции, герой труда вместо, там, не знаю чего, дворцов, яхт и клубов Челси. Ну, вы совершенно правильно акцентируете. А тут одна оболочка, очень смешная. Очень забавная. Все смеются, потому что непонятно. Ну, если как-то идти по этой цепочке, то нужно давать, конечно, Абрамовичу. Или, например, Прохорову, который окажется лучше всех. Правда же? Ну, я понимаю, что он герой. Ну, конечно. Восстановить количественные показатели. Ну, какие-то критерии. Ну, надо сказать, что Владимир Владимирович Путин, конечно, зарекомендовал себя человеком таких вот, мы уже понимаем, что он таких романтических. Он романтический человек, конечно. Я думаю, что вот он себе представляет, когда вот он вешает вот на грудь вот эту вот звезду. Вот, наверное, он представляет себя Брежневым или Сталином, может быть, даже. Ну, наверное, все-таки Брежневым. Наверное, все-таки Брежневым. Вот ему, он как-то отец нации, вот он уже приближается к такому возрасту, когда уже хочется про это думать, что позади уже много всего впереди, непонятно чего. Ну, как-то хочется, соответственно... Хочется как-то гладить по головке. Ну, конечно. Поддых. Да, да, да. Уже не хочется воевать ни с кем, уже не хочется... То есть уже хочется не карать, а миловать, можно сказать. Ну, как можно сказать... Но не все. Мил, да, совершенно верно. Выборочно, очень выборочно. Ну, а вот, не знаю, тоже все равно непонятно. Ну, вот Валерий Гергиев, да, там, как бы вы иронически не заключили разные пари, но мы понимаем, что действительно прекрасный музыкант. Он, кстати, бежур, руководитель театра, огромный человек. Так нет, я не знаю, что все остальные, там, они что-то выправили, наверное, больше всех. Нет, ну, тоже доктор Коновалов, например. Доктор Коновалов, не сомневаюсь, нет вопросов. Да, и еще трое рабочих, в которых мы тоже ни секунды не сомневаемся, что они достойные люди. Но Гергиев уже заработал совершенно заслуженно, прекрасно и великолепно всей своей биографией такое количество наград, таких вот настоящих, что, ну, вот ему это зачем? Он же не станет от этого более или менее великим. Ну, вот знаете... Если у него будет или не будет эта звезда. Что это обозначает? Это ничего не обозначает, совершенно. Это обозначает, что ты на хорошем счету на тексту большего, вот что это обозначает. И мне очень хочется верить, что в нашей стране достаточно людей, в том числе изумительно творческих, в том числе добившихся огромных результатов вот именно на этом поприще, которых мы все уважаемы людям, которые бы не посчитали для себя возможным принять награду из рук Путина. Я в это верю. Я думаю, что много таких людей. Ну, им и не предлагают, разумеется, и не предлагают. А что бы в это... Эта награда такая странная, что в ней нет ничего как хорошего, так и плохого. Она вообще никакая просто. И почему не принять такую награду, которая сама в себе ничего не обозначает, за ней ничего не стоит, она ничего не обозначает? Ну, ведь это же символический жест, правда же? И я думаю, многие решили бы, что эта символика для них неприемлема. Что им чувство собственного достоинства не позволяет это сделать. Ну, это вкусовщина такая. Нет, это не вкусовщина. Эстетические соображения. Нет, это не эстетические соображения. Это вопросы внутреннего самоуважения. Это вопросы собственного позиционирования в мире, который вокруг тебя. Нет, это вовсе не пустые детали. Нет, это существенные вопросы. Ну, ладно. Делаем сейчас перерыв на одну минуту. Напомню, что эта программа «Особое мнение». С нами Александр Рыклин, главный редактор ежедневного журнала. Мы продолжим обсуждение сегодняшних новостей, несмотря ни на что. Несмотря на мир, труд Путин. И 1 мая у нас новости все равно какие-то есть. Мы через минуту к ним вернемся. В четверг, 2 мая. В программе «Мир» будем здоровы. Глава Роспотребнадзора. Главный государственный санитарный врач Российской Федерации Геннадий Анищенко после 8 вечера. В этот четверг эксперты программы «Кейс» Матвей Гонопольский и Александр Плющевш после 22 часов. Михаил Скопин-Шуйский, человек, который имел все шансы стать русским царем, но был убит за 3 года до Земского собора, избравшего Михаила Романова. Моклил стать царем и что было с России. Об этом в новом номере журнала «Дилетант». Также в номере перезахоронения останков Николая Второго. О том, как это было, вспоминает Борис Немцов, бывший главой комиссии по перезахоронению. Катар, страшная индийская... Леша, убери. Все равно задувает каким-то морозом. Я уже начала шмагать носом. Простите, пожалуйста. Это не капризы, извините, ради Бога. Радио «Эхо Москвы» и компания «Артельяй» представляют программу «Особое мнение». Мы продолжаем программу «Особое мнение». У микрофона Ольга Бычкова с особым мнением главный редактор ежедневного журнала Александр Рыклин. Ну и, конечно, а тут вот люди спрашивают, а как нужно было взять медалью Героя Труда или там звезда, что там полагается, или деньгами, спрашивает Дмитрий, например. Мое мнение? Ага. Знаете, ну, по мне, конечно, деньги лучше, но... А там разве этики, Валент, что-то дают? Я просто ничего не слышал. Вопрос, конечно, или-или. Раньше давали. Раньше давали, правда же, потому что... Раньше что-то полагалось в идеале. ...в связке с каким-то самолетом. Ну, короче, у вас нет однозначного ответа. Деньги лучше, как нет однозначного ответа. А, хорошо, все, согласна. Вы капиталист, а нам тут строится все-таки другое. Да, хорошо, скажите, пожалуйста, вот знаете, тут вопрос, вот, чтобы просто его потом не пропустить, сразу вам его задал, хотя он не про сегодняшнюю новость, а про, в некотором смысле, вчерашнюю. Почему сачкует Кудрин, спрашивают у вас? Почему Путин решил обнародовать переговоры с ним? Ну, вот это вот известная беседа на прямой линии президента. Хочу вас спросить именно с вопросом о том, что из этого может последовать. Ну, знаете, давайте мы не будем забывать, когда речь идет о враче Алина Чекудрине, что это очень близкий Путину человек. Он совершенно убивается из ряда даже высокопоставленных сановников. Несловно сказать, с кем его можно сравнить, но мы знаем, что это просто друг Владимира Владимировича Путина. Кудрин – человек, который Путина привез в Москву. Который здесь его трудоустроил. Путин никогда не скрывал своих теплых отношений с Кудрином. Кудрину многое позволено, чего не позволено никому другому. Кудрин является как бы олицетворением вот целой когорды людей, либеральных взглядов, которые строили империю Путина. Они сгруппировались вокруг него. Они работали на него все это время. Ровно этими словами можно описывать и ситуацию с Санкт-Петербургом Чубайсом. Кудрин ближе гораздо. Но они не похожи на тех людей, которые должны быть в восторге от всех тех первомайских призывов, героев труда и всей вот этой стилистики. Ну, понимаете, да, конечно. Они не в восторге, они возможны. Мне так кажется. Даже такой человек, как Кудрин, например, сообщаясь с Путиным, он может пошутить на эту тему. Вполне может себе позволить, я вас уверяю. И я не отключаю, что Путин улыбнется в ответ. Потому что вот это все, это все на потребу масс. Это все вот туда. Это все на улицу. А Путина с Кудрином объединяют гораздо более серьезные отношения, гораздо более серьезные интересы и совсем другого уровня проблемы. Типа? Ну, как-то мы же понимаем, что у нас очень тяжелая ситуация в экономике, что мы на пороге серьезного кризиса, может быть, более серьезного, чем тот, который мы пережили вот несколько лет назад, что у нас уже несколько месяцев спад промышленного производства, что у нас непонятно, что будет происходить с хранителями. Ну, в общем, у нас проблемы. Это все мы видим. Если очень примитивно рассуждать, вот совсем примитивно, вы меня извините за такие параллели, но есть же, наверное, как бы два таких способа генеральных решения этих проблем. Вот или героем труда посредством вот таких механизмов, или посредством таких механизмов, как Кудрин. Кудрин не мертвится. Кудрин, да. Это вот тут не надо. Понимаете? Ну, если вот его обобщать как явление. Вот сегодня, значит, вот вся эта мощная кокорта начинает говорить, что нам срочно нужны реформы. Срочно, потому что мы больше не можем жить в этой нефтяной экономике. Ну, чего тут делать, очевидно, надо? Ну, так это очевидно, уже последние 10 лет или даже больше. Правда же? Ничего, собственно, нового не случилось. Мы живем в условиях, когда нефть стоит 100 долларов за баррель. Сейчас же мало кто помнит, но в период правительства Гайдара она стоила в 10 раз меньше. Копейки просто. И уже выясняется, что доллар за баррель не гарантирует 100% наполняемости бюджета, уже денег не хватает, уже у нас... Ну, мы на пороге дефицита. Ну, в общем, тяжело, тяжело. И они начали говорить, что нам нужны реформы. Спрашиваются, ребята, а что вы раньше вообще-то как-то... Что? Что происходило? А почему про это два года назад нельзя было сказать, что... Что-то другое? Ну, так и говорили. Ну, вы же понимаете. И все равно работали в этой экономике, и все равно обеспечивали жизнедеятельность этого режима. Нет, я вас хочу спросить, все-таки пытаюсь спросить. А все-таки вы думаете, что вот Путин как бы принимает вот эту карму как данность? И что да, у нас нефтяная экономика, да, ну вот, может быть, на наш век хватит, а дальше там уже другой вопрос. Или... Потому что вот такое впечатление, что действительно, ну, по внешним, по крайней мере, признакам, кажется, что вот по сегодняшним этим всяким внешним таким проявлениям, кажется, что он как-то хочет вот зафиксировать ту реальность, которая есть сегодня. Ну, с одной стороны, конечно. Вот здесь чисто внешние признаки, и вы совершенно правы, когда говорите, что вот, да, вся эта история с возрождением советской мифологии, и советской символики, и это все уход от реальности. Это все попытка как-то все это лакировать, закрасить, сказать гражданам, что вообще-то вот есть иные ценности. Не нужно все время думать о... В ценности и скрепы. И скрепы, совершенно верно. Что-то надо скреплять. Ну, господин Цепко тот вам объясняет, что это пойдет на как-то цементирование нации. Мы же теперь рассуждаем о глобальных проблемах. А что такое какие-то смешные нюряется в экономике по сравнению с цементированием нации? Это пустяки просто. То есть, ну, давайте, у него такая логика. Многие считают, что вообще, чем нация сложнее живется, тем она быстрее цементировается. Нужно затягивать пояса. Это все мобилизационная лексика, понимаете? Нужно затягивать пояса вообще, как-то смотреть на начальство в рот, более глубоко туда заглядывая и что-то там выуживая оттуда какие-то смыслы. Ну, да, конечно, конечно. И Путин не хочет этим заниматься. Понимаете, Путин уже не молодой человек. Он как-то... Ему хочется, чтобы нефть всегда стоило дорого, чтобы эти деньги всегда наполняли бюджет. Ну, ничего. И реформа, вообще слово реформа, это для него страшное слово. Страшное. Потому что он понимает, у него в условии реформы видятся какие-то такие перемены. Помните, как Твардовский писал, что грозят советской власти потрясением основ. Вот ему все это кажется ужасным. Просто ужасным, страшным и невозможным. Ну, ладно, наконец-то, вот я вижу, Владимир нам написал, герои труда будут без очереди проходить в поликлинику к врачу. Ну, слава Богу. Тогда все, тогда все встает. Это он слышит или правда? Мне просто интересно. Вот мы даже уже не можем различить, да? Нет, тогда, кажется, что все стоит на свои места. Понимаете, это многое объясняет. Но при советской власти точно герои советской консерции тоже имели право не стоять в участие. Но теперь Валерий Гиргиев будет проходить в поликлинику без очереди. Да, и может быть даже в общественный транспорт. Значит, скажите, пожалуйста, что там происходит с согласованием мероприятия 6 мая? Ну, понимаете, у нас есть твердое ощущение, что как-то в этот раз мэрия точно не хочет нам согласовывать марш. Они уперлись на смерть. Они сидят с мрачными лицами. В общем, майор смотрит на нас такими своими прекрасными глазами. И как-то совершенно не хочет прислушиваться к тем аргументам, которые мы ему приводим часами. Часами мы ему приводим всякие аргументы. На самом деле, наша позиция простая. А сейчас вот в чем проблема-то на сегодняшний момент? Вы подали заявку на мероприятие, которое стоит из двух частей. 6 мая прошлого года у нас был марш, был потом в митинге. Мы говорим, мы не видим никаких оснований, чтобы нам вот эту конструкцию разрушать. Мы тоже хотим марш, а потом хотим митинг. Нам на это приводят вроде бы действительно серьезный аргумент. Нам говорят, ну, слушайте, это же будний день. Это же будний день, вы же понимаете. Но это правда. Но, с другой стороны, это такое условно будний день. Потому что это будний день между праздниками. И мы отлично знаем, что в подобные роды будние дни Москва не бывает заполнена. Трафик здесь вполне себе такой спокойный. И в конце концов, когда уже разговор более-менее начал заходить в тупик, мы начали говорить. Ну, хорошо, бог с ним, с Екиманкой. Мы понимаем, Екиманка сквозная трасса. Всегда заполнена. Ну, она не всегда заполнена. Ну, в общем, поняли-то важные членовозы из Кремля туда-сюда, на Ленинский проспект. Бог с ним, с Екиманкой. Дайте нам другую улицу. Мы сразу предложили Пятницкую. Ну, маленькая, узенькая улица. От Митронова к Кузнецкой. Дайте нам пройти на Балтию. 500 метров. Но нам важно это, знаете, символически ли у нас важно. Ну, тут они как-то задумались. Нам так по времени показалось. Был объявлен перерыв в переговорах. Мы вернулись. Видимо, они там с кем-то посоветуют. Нет, они нам пока ничего не согласовывают в отношении марша. Сегодня мы заявили, что мы бы хотели привлечь к переговорам. Сегодня Пусть я сказал, что это правым человеком, по правым человеком Николаю Карловичу Савомицы. Он же ведь раньше участвовал в каких-то таких вопросах. Он участвовал, но как-то не очень он участвовал, потому что его не пустили. Нет, в прежних каких-то согласованиях он принимал участие. Ну, это лучше у меня спросить, я не понял. Но я помню, что с ним был конфуз уже однажды, его не пустили на таких переговорах. Но похоже, что сегодня его опять не пустили, потому что майору сказали, что ему никакие лишние переговорщики не нужны. А вам зачем Николай Савомидзе при всем уважении к нему? Ну, понимаете, что это история? Ну, как? Ну, надеемся, что как-то независимый человек, который, в общем, действительно не в ту и другую сторону, но он мог как-то, может быть, повлиять на исход этих переговоров. Ведь мы же объясняем простую вещь. Мы ответственны за безопасность людей. Мы очень хотим, чтобы 6 мая, 6 мая все прошло спокойно и без эксцессов. В случае несогласования мероприятия мы снимаем себе всякую ответственность за то, что будет происходить в Москве. Просто всякую. Мы, честно, я тут ничего не скрываю, мы предупредили власти московские, что в случае несанкционированного митинга мы можем получить очаговые акции протеста в разных частях центра города. Я не думаю, что они будут особенно массовыми, и никаких 100 тысяч человек не может быть речи. Даже если по тысяче человек будут выходить то на Пушкинской, то на Маяковской, то на Манежной, то еще где-то, это тоже мало не покажется. И это никому не нужно. Поэтому, говорили мы, давайте договариваться. Договариваться они пока не хотят. Ну, хорошо, завтра у нас еще один раунд переговоров. В один час мы начинаем. Ну, я надеюсь на, в общем, определенное здравомыслие Господа Змирия. С другой стороны, я понимаю, что вот отказ от того, чтобы позвать в Сванидзе на наши посиделки, означает, что, видимо, они сдвигаться не будут. И это означает, что, конечно, это политическая позиция, она не техническая. Что, видимо, я уже не знаю, там продиктована она и буквально из Кремля. Но, видимо, просто московские власти боятся, что кто-то вот такого рода их уступки оппозиции будет интерпретировать как слабость, проявленную по отношению к москвичам. А мы знаем, что понятно, что, в общем, какое впечатление на большие коммерческие власти произвели прошлогодние протесты. Путин боится Москву, не любит Москву. Москва его не приняла. Москва встретила его в инаугурацию пустым городом. Помните, как это было в прошлом году? Когда 6 числа он ехал по пустому городу. Они отцепили весь центр. Он не может этого простить, мы это прекрасно понимаем. Я не думаю, мы будем завтра добиваться чего только сможем, в смысле марша, какого-нибудь. По Ордынке, по Полянке, по Пятницкой, по набережной, с тыла. Как угодно. Дайте нам пройти, мы говорим. Немножко, не надо все. Дайте нам где-нибудь пройти. Пока ничего не получается. Посмотрим, что будет дальше. Мы сейчас сделаем перерыв на краткие новости и небольшую рекламу. И напомню, что это программа «Особое мнение». С Александром Рыклиным мы через буквально 3 минуты в эту студию вернемся и продолжим. Салон 8-го в Москве, в студии Яков Широков. В эфире новости. Здесь срочные сообщения приходят в эти минуты из Бостона. Городское полицейское управление сообщает о задержании троих новых подозреваемых. При расследовании дела о недавнем теракте. Документная информация ожидается в ближайшее время. Там группа. Обзрывы погремели финишные черты бостонского марафона в сентябре прошлого месяца. Про это ничего не слышно? Посмотрим. Еще троих предъявило в среду, не среда, о задержании троих объявило подозреваемых в рамках следствия. В Эстонии, возможно, задержан сотрудник посольства России. Он находился в непрезвом состоянии. За рулем, утверждает местная пресса. Машина россиянина, при этом имела обычные номера, была зарегистрирована в республике. Молодой человек по имени Дмитрий Немцов, как стало известно интерфаксу, признался, что употреблял алкоголь, но отказался пройти обследование и объявил, что у него распространяется дипломатическая неприкосновенность. Однако на сайте посольства в Толине не такое имя в числе сотрудников не значится. Также пока нет комментариев и со стороны российских дипломатов. Новые мусульманские погромы произошли в Мьянме. Беспорядки вспыхнули в деревне неподалеку от бывшей столицы страны Янгоне. Один мусульманин был убит, еще десять пострадали, передает рейпер. А кто же побивает в Мьянме? Несколько человек арестованы по подозрению в краже, нападении и поджогу. Мусульманы, да. Мусульманы, да. Мусульманы, да. Мусульманы, да. Мусульманы, да. Мусульманы, да, да, ужас. Как можно было достать их. Буддисты, да. Что нужно было? Харик Кришна. Сделать с буддистами. Да, чтобы уже это... Харик Кришна там, чуть-чуть другая опера, ну и хорошо, постоянно это Харик Кришна. А разве это не буддисты? Нет. Нет? Извините. Это кришнаиты. А, кришна... Ну они тоже буддисты. Кришнаиты буддисты. Они буддисты? Они не буддисты? Нет, они буддисты. Мне кажется, буддисты. Нет, нет, это другая, другая вещь. Я тоже проверю сейчас. Нет, нет, это другая вещь совсем. Не знаю, что другая. Я думала, что они индуисты какие-то там, вот, из каких-то из этих, по крайней мере. У нас Калмыкия буддит. Это понятно, это правда. Кришнаиты там не водятся. ...на сайте diletant.ru. Апрель кончился, но игра все еще идет. Шерлок Холмс, Барон Юхаузен и другие герои. Заходите на Diletant, играйте и выигрывайте. Приключения продолжаются. Мы продолжаем программу «Особое мнение». У микрофона Ольга Бычкова с особым мнением Александр Рыклин. Ну, вот сейчас мы слышали новости только что о том, что еще троих неких подозреваемых задержали в Бостоне. Ну, пока вот тут никаких сообщений новых об этом нету. Кроме того, что полиция сообщила об этом в своем Твиттере. Бостонская полиция. Содержание... СНС сообщает, что задержание произвела ФБР. Ну, может быть, сейчас еще у нас какая-то информация появится в течение эфира. Ну, вот мы знаем, что большинство американцев хотят смертной казни. Для Джохара Царнаева об этом стало известно после одного из опросов. Это кровожадность, по-вашему? Ну, а что? Вообще-то... 70% вот за смертную казнь наступает. Ну, да, это много. И, честно говоря, это немножко неожиданно для меня, потому что... Ну, хотя, вы знаете, да, это вот очень часто большинство людей, особенно в таких драматичных ситуациях, высказываются за смертную казнь. Ну, это плохо, мне кажется. Это, в общем, свидетельствует о таких довольно сложных... В довольно сложном положении общества. Хотя про Америку вряд ли можно сказать, что там общество атомизировано, что оно как раз... Наоборот. Но, тем не менее, им кажется, что вот так они смогут защититься от этой угрозы, вот так они могут противостоять этому ужасному терроризму. Ну, не знаю, не знаю, немножко удивительный для меня результат, а... Почему вас-то удивляет или огорчает даже, собственно, ведь... Ну, потому что, я знаю, с противником, скажем, мне это огорчает, мне кажется, что... Ну, это понятно. С другой стороны, есть люди, которые, во-первых, не являются противниками смертной казни, как мы знаем, да, и особенно в Соединенных Штатах, где она сохраняется, там, в том или в другом виде... В некоторых штатах. В некоторых штатах, да. Не везде, а в некоторых штатах там. В некоторых штатах. Ну, часто применяется. Во многих случаях давно не применялось, но применяется, тем не менее, существует так, Леонидович. Ну, например, может быть, люди думают, что если этот человек, и это будет доказано, предположим, судом, хотел убить других людей, то, значит, он понимает только такой язык, и ему подобное предположение. Ну, это, вот вы сейчас привели ровно тот аргумент, который чаще всего приводит сторонники смертной казни. Мы знаем массу других аргументов против смертной казни, что вообще люди не вправе распоряжаться жизнями других людей. Ну, вообще, вот есть версия о том, что все-таки человечество как-то гуманизируется, что мы постепенно приходим к обществу, которое, в общем, немножко по-другому строит само себя, и ищет другие способы, другие ответы на подобного рода угрозы. Не такого прямого насильственного характера. Ну, террористы ведь отличаются от других преступников, даже убийц, тем, что это такая вот заведомая машина для убийства невинных людей. Ну, да, ну, а... Потому что там пошел какой-нибудь, я не знаю, там кто-нибудь кого-нибудь убил, он думает, что он его убил за что-то. А здесь ни за что. Это террористы. Ну, что здесь ни за что? Это вполне ни за что. Они же декларируют вполне определенные взгляды. Это же не просто так. Наоборот, они же говорят, там же есть идеология. Она в разных случаях разная, но она присутствует. Но, с другой стороны, я думаю, что родственникам тех, кого не стало в результате действий террористов, им, в общем, большому счету все равно, им же не важно, кто убил их близкого. Правда же? Террорист, человек с пламенным взглядом и какими-то перевернутыми мозгами или просто сумасшедший маньяк-одиночка. Правда же? С топором, да. Вот тут нам сообщает Интерфакс, и Рейтер тоже сообщает, что действительно троих задержали в рамках расследования произошедшего теракта, но американские СМИ полагают, что все это знакомые Джохара Царнаева, которые, предположительно, оказывали ему поддержку после взрывов. Вот так вот. То есть, пока не говорится, что, например, там, какую-то накрыли террористическую ячейку. Ну, понятно, кто-нибудь укрывал, кто-нибудь дал машину, кто-нибудь помог скрываться, видимо, вот это, видимо, вот это. Вам все понятно вообще вот в этой истории с Джохаром Царнаевым? Нет, мне много чего не понятно, а главное, что мне не понятно, я не понимаю мотива. Я понимаю мотив, когда вот эти террористы с Кавказа осуществляют свои ужасные, ужасные акции, например, в России. Это я понимаю. Там присутствует мотив мести. А в Америке я не понимаю. Ну, да, если это в чистом виде исламский терроризм, тогда понятно. Так, конечно, Америка враг, и там гибнут братья в Афганистане. Но они не похожи на чистых исламских террористов, вот эти два чувака. Знаете, вот эти два чувака. Я, в общем, много в своей жизни ездил по Кавказу и была там на всяких войнах. И я вообще представляю, ну, мне кажется, что я более-менее представляю себе этих людей. Вообще представить себе кавказца в чистом виде исламским террористом достаточно сложно. Достаточно сложно. Ну, что такое должно с ним было произойти за все эти годы, потому что, ну, в общем, ну, не знаю. Мне сложно это понять. Я не очень верю вот именно вот в эту версию о том, что это вот в чистом виде исламский терроризм. Не знаю. Это странно, мне кажется. А вот сейчас еще сегодня сообщают, что Соединенные Штаты получали предупреждение о возможной связи старшего из братьев с террористическими организациями, не только со стороны России, и прессы иностранные пишут, что Саудовская Аравия направляла письменные предупреждения по поводу Тамерлана Царнаева в Министерство внутренней безопасности в прошлом году. И предупреждение... Это было предупреждение отдельное от там какой-то информации, которая могла быть у российской, соответственно, спецслужб в 2011 году, когда он был в Дагестане. То есть это вообще какая-то другая совершенно информация. Ну, тогда, значит, все-таки это ровно то, о чем мы сейчас говорили. Это значит, все-таки были какие-нибудь тренировочные лагеря. Это значит... Да, вполне возможно, что все-таки тогда это нечто другое. Тогда это действительно... То есть вот они пишут, что... Daily Mail пишет, что сообщение носило очень специфический характер и предупреждало, что нечто должно произойти в крупном американском городе. То ли нечто этого то, то ли нечто это не то. У вас нет ощущения, что вообще вот эти все спецслужбы, что наши, что американские, что еще какие-нибудь... Да мы не знаю. То ли нифига не могут, то ли как-то не спешат вообще нам как-то ни о чем рассказывать. И что там масса каких-то вещей, которые они там явно нам вешают в виде лапши. Возможно, это так. Но я вас уверяю, что вот в случае с царнавием и с террористическим актом в Бостоне, если действительно сейчас вскроются факты о том, что были предупреждения стороны российских спецслужб или спецслужб Саудовской Аравии, слушайте, последует расследование Конгресса. Они там душу вынут из-за их силовиков, душу из них вынут, последуют отставки. Это немножко не та ситуация. Никто награждать втайне не будет, как у нас было после Беслана. Я вас уверяю. И после Норд-Ост. То есть вы верите в американское правосудие? Я не верю в американское правосудие. Я верю вообще в американскую политическую систему, которая так устроена, что, в общем, подобного рода инциденты, вот она между пальцами, они у них не просочатся. Так не будет точно. Так не будет точно. Они все это расследуют, и все это будет гласно. И найдутся какие-нибудь пять журналистов, которые душу унут из них всех вокруг там. Мы узнаем обо всем этом, я вас уверяю. Так устроена американская жизнь. Ну, последнее, возвращаясь к 6 мая, спрашивает вас Илья из Рославля. Процессы над Навальным, болотное дело, разозлили или запугали активных граждан? Как эти процессы повлияют на митинг, который предполагается на днях? Больше или меньше придут людей? Вообще, что вы от этого могли бы ждать? Ждайте. Вы знаете, в эмоционально, скажем, в таком общественном смысле, в эмоционально. Я очень надеюсь, что 6 мая на болотную в 6 часов вечера будет много людей. Потому что это вот дело каждого. Это история, конечно, это болотная история. Конечно, это история про узников болотные, которые там, мы видим, что они просто каждую неделю там, ну, почти каждую неделю происходит новое задержание. Леша Гаскаров буквально там несколько дней назад. Вот, на самом деле, 22 мая, вот в космосе, был представлен очень подробный доклад комиссии, которая занималась расследованием происшествия на болотном. Он очень аргументированный, очень убедительный, этот доклад. И там дивная наша пианистка Полина Осетинская, она своей речи, которая предваряла ее уступление за роялем, она произнесла очень точную, как мне представляется, формулу. Она сказала, когда право обращается бесправим, сопротивление становится долгом. Ну, я думаю, будет много людей. Много, правда. Потому что это история про чувство собственного достоинства, про самоуважение, про невозможность принять то, что происходит вокруг нас, про то, что нам нужно переулжение, альбас в вашей студии, Горел, нам пора перестать бояться. Ну, невозможно так жить все время. Ну, невозможно. Нужно смотреть на этих людей, которые уже начали вешать друг к другу по брякушки, на лацканы, пиджаков. Мы как-то совсем опускаемся в такой ужас, в такой кошмар эмоциональный. С этим надо что-то делать. Садский начинал. Садский начинал. Садский начинал. Спасибо. Александр, мы вас задержим на секунду. Ну, да, да, да. Для Карамурзи. Немножко по Карамурзи. По Карамурзи. Да, по Карамурзи.